Самозащита без оружия, так говорят о самбо. Единоборство объединяет в себе несколько видов боевых искусств. И хотя данный вид спорта не является олимпийским, он активно культивируется в России еще 40-х годов 19 века. Уровень Орловской сборной, кстати, представляет она почти половину заявленных участников разный. Есть как начинающие борцы, так и многократные призеры первенства области и ЦФО. Мы готовим девочек на соревнования по самбо в Центрально-федеральном округе. Будет проходить 29 марта в Белгородской области. И девочки эти сегодня участвуют в соревнованиях. Ребята 2002-2004 года, многие участвовали в турнирах по самбо выездных, боролись на Центрально-федеральном округе, но, к сожалению, на Россию пока не отобрались. В Орле подобный турнир проходит во второй раз. А среди желающих быть первыми не только самбисты. Местная федерация еще дозаявила к участию орловских дзюдоистов и рукопашников. Правила для всех едины. Разрешены болевые приемы на руки и на ноги. Разрешены все броски. Чем отличается дзюдо? Самбо в дзюдо очень много стало ограничений. Здесь можно делать все. Сделать все смог и Владислав Щелкунов. Выйдя на ковер, юный борец из Калуги работал первым номером, раз за разом набирая баллы за броски и технические действия. Он боялся и первый пошел и я бросил. Это уже следующий бой. На первый взгляд кажется, вновь Владислав берет верх над соперником. Но это его брат-близнец Матвей. Не уступая в спортивном азарте, он делает проходы в ноги и уверен в своей победе. Схватка была недолгой. Ввиду явного преимущества со счетом 7-0 победил борец в красной самбовке. Я люблю спорт, я люблю побеждать на ковре. Щелкуновый номер один. Уверенность в себе и своих силах в братьях Щелкуновых воспитывает заслуженный тренер по самбо Вячеслав Шибанов. Они соперники только на ковре, отмечает наставник. У них есть такое негласное, как сказать, соревнование между ними. Кто лучше, понимаете, кто дисциплина лучше. Я это всегда, если они отличаются, похвалю всегда. Одному становится не так, старается быть лучше. Своё мастерство на открытом турнире показывали и девушки. КМС по самбо, чемпионка России, призёр открытых первенств и это всё в свои 13. Знакомьтесь, Елена Аленова. Соперница Тулячки не смогла устоять под натиском самбистки. Исход встречи Елена решила болевым. С детства не хотела танцами заниматься, борьбой, бить кого-то. Ну и папа тоже хотел, чтобы я могла за себя постоять. Ну вот я так и пришла в самбо. Второе открытое первенство «Орла» нашей сборной принесло 43 медали. У орловчанок в активе 3 золота и 4 бронзы. 36 медалей, в числе которых 13 наивысшие пробы у ребят. Андрей Деркач, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.